Здравствуйте! Сегодня собственник в очередной раз посвящен теме капитального ремонта. В позапрошлом выпуске я обещал рассказать об организационной и финансовой сторонах проведения капремонта в доме на спецсчете. Сегодня об этом мы поведем разговор. Расскажу на примере своего дома и по своим впечатлениям. У нас довольно простой ремонт, не завязанный на инженерной коммуникации и системы жизнеобеспечения дома. Но основные этапы те же самые. Поэтапно и пойдем. Начинать готовиться к капремонту нужно загодя, чтобы к часу икс все было готово. Если планируете капиталица в семнадцатом году, уже пора начинать. Я, честно говоря, затянул. Активно занялся подготовкой только в апреле. Работы начались в августе, а это поздновато. Прежде всего, необходимо собраться с советом дома и решить, а что ремонтируем-то. Если в доме много проблем, найти консенсус порой очень непросто. В одном подъезде течет крыша, в другом беда с фундаментом и с отоплением. А деньги-то общие, и решение должно быть общим. Напомню, что свои хотелки хорошо было бы соотнести с деньгами, собранными на капремонт. Узнать, сколько денег на счете, можно, обратившись непосредственно в фонд, либо на его сайте fondkr33.ru. Предупрежу сразу, денег на тот ремонт, который вы хотите, скорее всего, не хватит. Но это не повод от него отказываться. Какие есть варианты? Самый простой путь, если денег не хватает немного, подкопить годик, плюс поработать с должниками. Другой вариант, договориться с исполнителем работ о рассрочке. Сейчас времена непростые, каждый заказ на вес золота могут и согласиться. Кроме того, и это огромный плюс спецсчета, капремонт можно выполнять частями. Правда, нужно учитывать, что придется договариваться с жителями, что одному подъезду в этом году, а другому и третьему через год или через два. Плюс не мельчить с объемами капремонта. Работы текущего характера и капитального характера по видам работы не практически аналогичны. Единственное есть разграничение, что при капитальном ремонте нужно производить замену не менее 50% конструктива. Если не хватает большой суммы, сложнее, но тоже не безнадежно. В порядке информирования, а не пропаганды. Жилищный кодекс предоставляет собственникам многоквартирных домов право взять кредит на капитальный ремонт. Вариант, конечно, неоднозначный, учитывая дороговизну капитальных работ и ставки по кредитам, но он есть. Но, как по мне, гораздо дешевле было бы принять общим собранием решение о добровольном повышении взноса с 6 рублей 50 копеек до 9 или 12 или даже до 30 рублей. На процентах в любом случае сэкономите. Ну и, наконец, есть радикальный способ решить проблему, причем в полном объеме. Если недостаточно средств собственников на данные работы, то есть возможность перейти на счет рекоператора, потому что те дома, которые на счете рекоператора находятся, они ремонтируются независимо от объема собранных средств. Напомню только, что перейдя в общий котел, а ремонт вы получите в том году, который обозначен в долгосрочной региональной программе капремонта, а не когда захотите, и б, чтобы возвратиться на спецсчет, вы должны будете сначала вернуть фонду все потраченные на вас средства, а потом подождать еще два года. Сейчас, правда, обсуждается сокращение этого срока, но, во-первых, оно только обсуждается, а во-вторых, деньги вернуть все равно придется. Теперь допускаем, что у вас хватает средств. Что дальше? Я бы порекомендовал раздобыть вот такую брошюрку. Это методические рекомендации по проведению капитального ремонта. Разработаны они областным департаментом ЖКХ и фондом капремонта. Очень полезная книжка, где прописана вся процедура в деталях. А если обзорно, то ключевой момент, кто и за какую сумму будет работать на вашем доме. Вообще, у домов на спецсчете в этом вопросе руки развязаны. Можно нанимать любую организацию, которая вам понравится, и с ней уже договариваться о цене. Но в этом же кроется и опасность, ведь не знаючи, можно нарваться на проходимцев от строительства, которые и деньги сдерут немалые, и ремонт, так как положено, не выполнят. Поэтому, если у вас нет своих специалистов, то лучше ориентироваться на ту схему, которую использует фонд капитального ремонта при работе с домами, находящимися в общем котле. Управляющая компания, она составляет дефектную ведомость. Это очень важный документ на дефектную ведомость. Специалист, управляющий компанией, выходит на объект, соответственно, анализирует этот объект, составляет объемы работ и перечень всего, всех видов работ, которые необходимы для данного вида работ. После чего состав дефектной ведомости, он собирает общее собрание жителей, где обсуждает и показывает, демонстрирует эту дефектную ведомость и согласовывает это с жителями дома. После чего общее собрание фиксирует это протоколом и предоставляет фонд капитального ремонта. Почему это важный документ? Потому что на основании этой дефектной ведомости составляется смета, которая проходит экспертизу. Эта смета выставляется уже на конкурс, где определяется тот или иной подрядчик. И с этой сметой это задача, для подрядчика, что он должен сделать. Мы от этой схемы немного отошли. Я действительно обратился в нашу управляющую компанию, и там нам сделали все, включая смету, по тем работам, которые мы советом дома заранее определили. А именно, полная замена отмостки вокруг дома, включая ремонт приемков, ремонт цоколя и ремонт входных групп. В итоговом варианте стоимость ремонта составила 1 миллион 522 тысячи рублей, а в первоначальном было 3 миллиона 200. В общем, дело-то не в том, что нас хотели надуть. Просто наша управляющая компания, оценив состояние фасада, предлагала вместе с теми работами, которые я до этого перечислил, установить еще пластиковые окна во всех подъездах. Мы решили с этим повременить, и вот почему. Пойдемте в подъезд. Новые окна – это, конечно, хорошо. Это, во-первых, энергосбережение, во-вторых, практичность, удобство, эстетика, в конце концов. Но совет дома посчитал, что у нас окна пока еще терпят. А кроме того, для того, чтобы установить новые окна, необходимо снести будет вот эти все сараюги. А это болезненная процедура. Сарай построен еще в 90-х годах. Для многих семей они привычные и удобные, но вообще говоря, это стихийная застройка, от которой надо избавляться, и потихоньку до этого руки доедут. Но я не хочу это делать революционно. В доме нужны единомышленники, а не оппозиция. И нужно, чтобы люди сами пришли к этому решению. У меня есть соображения, как их замотивировать, но это тема другой программы. А сегодня, напомним, мы говорим о капитальном ремонте. Пойдемте еще раз на улицу. Относительно окон есть еще такое соображение. Ведь при необходимости именно окна можно поменять и в рамках текущего ремонта. Малыми партиями, возможно, у разных подрядчиков. С отмосткой такой финт не пройдет. Ее нужно делать всю и сразу и у одного подрядчика. Для чего? Чтобы потом не возникало проблем с исполнением гарантийных обязательств. Убрал окна, смета сократилась на полтора миллиона. Уже хорошо, когда на счету всего 300. В смете осталось миллион семьсот двадцать четыре тысячи. Потом с этой сметой, составленной моей управляющей компанией и нами, жителями дома отредактированной, я отправился в фонд капремонта за консультацией. Тут надо пояснить. Официальная позиция фонда по домам спецсчетникам и их сметам такова. Фонд не осуществляет проверку сметной документации. Вы точно также можете заключать договора с проектными организациями на разработку проектной сметной документации и предусмотрев в техническом задании на разработку тот вопрос по проверке достоверности и определению сметной стоимости, чтобы уже подряд на организацию, передавая вам проектную документацию, уже была по ней пройдена экспертиза организации, которая аккредитована на данный вид деятельности. Заключить договор это значит платить, но расходов можно избежать, если в вашем доме или среди знакомых есть специалист по строительным сметам. С ним проанализировать свою смету. Он может не знать всех тонкостей, ну например, где и какие коэффициенты применяются, какие материалы целесообразнее использовать. Вот по этим вопросам и можно проконсультироваться в фонде капитального ремонта. Займет полчаса, деньги сэкономить поможет. У нас экономия составила около 200 тысяч. Спасибо фонду капитального ремонта за консультацию. В итоге получилось 1 миллион 522 тысячи. Строители, если смотрите нас сейчас, отпишитесь в комментах, как считаете, дорого это или приемлемо. Для справки, дом 10 подъездный, делали отмостку по всему периметру, также ремонтировали цоколь, приямки, входные группы, армирование сеткой, бетон 150 и вообще материалы средней ценовой ниши. Мне было бы интересно. И еще о сметах, но для этого необходимо вернуться опять на дом. Смотрите, какая история. По ходу выполнения работ выяснилось, что в нескольких местах у нас протекают козырьки над входами в подъезд. Вода попадает вот здесь вот в щель, на дверь, на стены. Ну и возникла совершенно бытовая мысль, что подрядчик уж заодно нам покроет и козырьки над подъездами. Дело-то копеечное, а проблему решим. Я проконсультировался с фондом капитального ремонта и выяснилось, что фонд может оплатить только ту сумму, которая прошла через собрание нашего дома, то есть 1 522 000. А если за счет дополнительных работ у вас будет увеличение стоимости, то вот эту разницу увеличения 10 000-100 000 нужно будет заново проводить через собрание. Это та еще эпопея. К чему это я? Тщательнее продумывайте перечень работ. Внести изменения и дополнения очень проблематично, особенно в большом доме. И еще один нюанс, очень важный, заключение договора с подрядчиком. Буду рисовать, потому что штука хитрая. По идее, заказчиками работ являются жители. Но они, даже все вместе, не являются юридическим лицом, поэтому напрямую договор с подрядчиком заключить не могут. Выход в том, чтобы в перечень вопросов, вынесенных на общее собрание по капитальному ремонту, включить вопрос о наделении вашей управляющей организации полномочиями на заключение договора с подрядчиком от имени жителей. Но тут опять нестыковка. Например, у нас в доме наша управляющая организация не имеет никакого отношения к нашему же спецсчету. Держателем спецсчета является фонд капитального ремонта. И он же перечисляет деньги. Тогда получается, что фонд капитального ремонта должен участвовать третьей стороной в заключении договора? Нет. Договор двусторонний между управляющей организацией и подрядной. А фонд только контролирует вообще весь процесс и перечисляет деньги на основании протокола общего собрания сметы и договора аванс и на основании акта выполненных работ подрасчетную сумму. А вот в чем фонд может помочь, так это в поиски подрядчика. Но опять подчеркну, не найти его за вас, а помочь в поиске. Фонд может только рекомендовать пользоваться порядком выбора подрядных организаций, тот, который у нас утвержден нормативным правовым актом области. Информацию о подрядных организациях можно посмотреть на сайте подрядчик 33 РФ. И на сайте фонда есть список организаций, реестр недобросовестных подрядчиков, с кем у фонда были расторгнуты договорные отношения. В общих чертах на сегодня все. На ход ноги еще посоветую не забыть включить в договор и смету вывоз мусора и уборку территории после ремонта, санкции за нарушение сроков ремонта и обязательство использовать подрядчикам своих счетчиков на воду и электричестве при проведении работ. Я, честно говоря, кое-что из этого упустил, но, как говорится, первый блин. Да, и еще хочу исправить одну кармическую ошибку. В одном из выпусков прошлого сезона, когда я рассказывал о капитальном ремонте, я высказал такую мысль. Рассмотрим ситуацию. В вашем доме предстоит капитальный ремонт крыши. Какие обязанности в связи с этим у жителей дома? Если дом на счете регионального оператора, организацию работ берет на себя фонд капремонта. За полгода до их начала жителям придет уведомление. Так и так, у вас будут ремонтировать, например, крышу. Собственники просто принимают это к сведению. Или, если считают, что крыша подождет, а вот фундамент нет, проводят общее собрание и голосуют за фундамент. Все. Спецсчетникам сложнее. Они все делают сами. Оцените свои возможности. Вы это потянете. Собрать предложения разных подрядчиков. Просчитать, сколько у кого и какими материалами будет стоить ремонт. Оценить качество его выполнения. Да, если после ремонта возникнут проблемы, добиться исполнения подрядчикам своих гарантийных обязательств. Я бы не взялся. В целом, все так. Но с последней фразой, что я бы не взялся. Сейчас не соглашусь. За капремонт не просто можно. За капремонт нужно браться. Особенно, если вы на спецсчете. Это реальная возможность привести дом в порядок. Пускай не все сразу, пускай частями, но возможность. И сделать это можно тогда, когда вы сами решите. Век живи, век учись. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин